Доброе утро, Церковь! Приветствую вас. Мы справились со всеми техническими проблемами, которые у нас были, слава Богу. Мы вещаем, мы в эфире, пишите в чате, все пишите в чате, что вы здесь, что вы слышите, что у вас хороший звук. Мы в Венгрии с утра уже прославили Господа. Мы, к сожалению, из-за того, что мы вещаем через YouTube, через Facebook, мы не можем запускать здесь музыкальное сопровождение, потому что в YouTube и Facebook блокируют различные музыкальные контенты из-за соблюдения авторских прав. Ну и слава Богу за них. Сейчас просто мы будем с вами молиться, мы будем с вами провозглашать Слово Божие. И я знаю, что церкви сейчас закрыты, я знаю, что сейчас мы не можем общаться вместе, но вы знаете, что Писание говорит, что мы собраны во имя Его. Мы собраны во имя Его, потому что Он нас собрал, написано, что не вы меня, но я вас избрал, говорит Господь. И мы собраны во имя Его для того, чтобы прославлять великого Царя, для того, чтобы сегодня слава и появилась в том месте, где мы находимся. Потому что одним Духом мы помазаны, одним Духом крещены, и одним Духом мы с вами спасаемся сейчас, призывая имя Господа на нашу жизнь. И я сейчас просто хочу, чтобы вы, каждый из вас, если вы вдвоем с кем-то находитесь, обязательно сделайте две вещи. Первое, вы вернитесь к тому, с кем вы находитесь вдвоем, и говорите, Господь с тобой, Он любит тебя, Он не против тебя, Он за тебя. И то же самое напишите сейчас в чате, потому что это очень важно для ободрения, для всех, кто сейчас там находится, и Господь тебя любит. И не важно, кто прочитает это слово. Главное, что вы это слово посеете, и когда вы напишите, что Господь с вами, это значит, что вы это слово посеете в сердце человека, и это будет для него большим ободрением. И сегодня мы с вами будем говорить о том, что, ну, как всегда, о карантине, вы знаете, да, что карантин – это такое дело, о котором нельзя не поговорить. Как оно влияет на нас? Знаете, о карантине нельзя не говорить, и о карантине говорят все сегодня. И самое главное, что мы должны провозглашать правильные вещи об этом карантине и внутри этого карантина. И я знаю, что, знаете, вот многие пастора, как я вчера такое мем увидел в интернете, что многие пастора ругают, ругали интернет от 2000 года, вернее, до 2020 года, что типа интернет у нас дьявола, и что интернет, он как бы не, ну, не то, что задумал Господь, сегодня, когда все церкви закрыты, мы сидим сегодня по домам, и нет другого способа нам, к сожалению, да, нет другого способа прийти и, ну, как это сказать, провозглашать Слово Божие, кроме как через интернет. И вот, собственно говоря, сейчас мы будем об этом говорить. Я хочу напомнить вам, что вы собраны благодаря Ему, Иисусу Христу. Дух Божий на нас, так же, как и Он был на Иисусе Христе, потому что Иисус живет в нас. И сегодня этот Дух Божий говорит очень многим людям, что то, как мы жили раньше, больше никогда не будет. И сегодня я процитирую вам прям места из Писания, которые нам говорят о том, что сегодня может произойти, если мы не будем бодрствовать. И это очень важно знать, это очень важно понимать. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами помнили, что Дух, которым мы помазываем, Дух, который в нас, Дух Божий, Он есть Дух Любви. Это не Дух Страха. И этим Духом мы должны жить, потому что Любовь изгоняет любой страх. И я знаю, что сегодня очень многие люди боятся, и очень многие люди находятся в панике, в непонимании, что происходит. Но мы с вами получили от Господа Духа силы, любви и целомудрия, а Любовь изгоняет любой страх. Мы говорим с вами о знамениях последнего времени, и все это происходит сегодня на наших глазах. Мы видим, как все меняется, все меняется стремительно. Очень многие видят в этом прямо буквально проявление того, что написано было в книге Откровений. Но, вы знаете, я хочу сказать вам, что можно, конечно, по-разному относиться к тому, что происходит, но я хочу вам сказать такую вещь. Игры в христианство и в веру закончились. Сегодня Бог проверяет наши сердца. Он хочет, чтобы мы были истинными поклонниками истинного Бога. И я хочу просто призвать вас сегодня говорить себе, внутрь себя, говорить, где мое сердце, говорить, кому вы истинно поклоняетесь. Кто ваш настоящий Бог? Кто занимает первое место в вашей жизни? И об этом мы должны постоянно себя проверять. И об этом я буду сегодня говорить. Я процитирую, как я уже сказал, места Писания. Итак, давайте откроем с вами Библию. Это Псалом 2, с 10 по 12 стих. И там написаны очень важные слова, которые предваряют сегодняшнюю проповедь. Написано так. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути нашим. Ибо гнев его возгорается вскоре, блаженный все уповающие на него». Итак, я еще раз процитирую это. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути ваших». Я вчера прочитал в еврейский перевод, там написано, чтобы вы не потеряли ваших путей. Может быть, даже в некоторых переводах написано, чтобы вы не потерялись на путях ваших. То есть мы должны постоянно искать Бога. Мы должны, вот там написано «нашку бар» в еврейском, да, то есть «приложитесь к сыну». Не просто «почтите его», «приложитесь к сыну». Потому что написано, чтобы он не прогневался, и вам не погибнуть на пути ваших. Ибо гнев его возгорится вскоре. Вы знаете, что будет последний, если мы говорим о последних днях, то в этот последний день придет он как судья праведный, и будет судить все народы. И в этот день мы должны оказаться на правильной стороне этого суда. Написано, что мы на суд не являемся, но вы знаете, так же написано, что каждый сам за себя даст отчет Богу. Нам необходимо просто об этом помнить, нам необходимо это знать, и нам нужно действительно приложиться к сыну. Нам нужно держаться исповедания Христова. Нам нужно быть в духе силы, в духе силы победы. Потому что Иисус говорит, «Победившему дам венец жизни и посажу его на трон весной у себя, как и я сила весной отца своего, потому что я победил». И этот Бог, который говорит нам об этом, Он победитель, и мы победители в Нем. И когда мы с вами победители в Боге, который есть любовь, там не может быть никакого страха. Потому что любовь Божия исконяет всякий страх, и об этом мы должны помнить. Паники и страху нет места в христианской жизни. Просто нет, и он не существует. Мы должны противостоять этому, потому что паника и страх – это то, что сеет дьявол, это его оружие. Дьявол боится только Иисуса Христа и его святого имени. И поэтому мы должны помнить слова Иисуса Христа, которые он пишет в Иоанна, 15 глава, с 12 по 17 стих. Слушайте внимательно. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей свои. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца. «Не вы меня избрали», вот это очень важный момент, «не вы меня избрали», он говорит, «а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, дабы умножался, дабы чего не попросите от отца во имя моем. Он дал вам». Обратите внимание. Он не даст вам, а он дал вам. В прошедшем времени и в греческом языке, то есть в оригинале Евангелия написано, он дал вам все, что попросите, он уже вам дал. Посмотрите, вы сегодня, может быть, находитесь в каком-то состоянии страха или паники, но это не то, что Бог от нас хочет. Он говорит, что мы с вами имеем духа, любви, силы и целомудрия. Мы не можем позволять себе паниковать. Просто не можем. Потому что здесь написано, что если мы у Бога просим, чтобы Он защитил нас, чтобы Он избавил нас, написано, Он уже дал нам это. И дальше написано, «Сие заповедую вам, долюбите друг друга». Что значит «любить друг друга»? Давайте мы перенесемся еще в одно местописание, это Евангелие, Атмосфия, 18 глава, с 18 по 20 стихи. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В смысле, разрешено иметь в виду, что будет найдено решение, да? «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собранные во имя Мое, там Я посреди них». То есть, если мы с вами сейчас, вот сейчас в тот период, когда закрыты церкви, когда мы не можем сейчас просто выходить на улицу и встречаться, и прославлять Господа вместе физически, мы можем это делать из дома, мы в одном едином духе, ведь Писание говорит, что дух дышит где хочет. Мы в одном едином духе можем собираться, мы можем прославлять нашего Небесного Отца, мы можем соглашаться о том, что дьяволу просто нет места в нашей жизни, нет места страха, нет места паники. Мы можем с этим согласиться, и мы можем об этом просить. И написано, что если двое или трое согласятся, то Отец Небесный это все исполнит. Мы должны сейчас просто вот в духе согласиться с тем, что больше нет никакого места паники, нет никакого места страха. Вы знаете, я буду говорить вам сегодня очень много вещей о нашей сегодняшней жизни, но я хочу вам сказать, что если мы с вами будем продолжать паниковать по любому поводу, то мы просто перестанем этим служить Богу, мы начнем служить дьяволу. Это то, что дьявол хочет, но хочет, чтобы мы перестали с вами поклоняться Богу, чтобы мы перестали любить, чтобы мы начали паниковать. А это страшно для нас. И очень важные слова. Мы здесь собраны ради имени Его. Мы можем молиться, мы можем молиться на открытых пространствах, да, как я уже сказал сегодня утром. И пока еще нет таких открытых пространствах, где можно молиться. Смотрите, все парки закрыты, все заповедники закрыты, все детские площадки закрыты. Где мы можем с вами молиться на открытом месте? Ну это какое-то, будем говорить, по меньшей мере издевательство, да, как бы властей над тем, что мы с вами должны делать. Но смотрите, что происходит. Происходит десоциализация общества. То есть, когда мы с вами привыкли жить в обществе, мы привыкли жить в общении, мы привыкли жить в постоянном контакте с друг другом, и вдруг нас разделили по домам. Нас просто рассадили по углам и сказали, сидите, никуда не ходите, и этим вы сохраните себе жизнь. Я согласен. С точки зрения здоровья, если мы говорим о таком сильном вирусе, как корона, то, ну, понятное дело, сидеть дома – это хороший выход. Мы таким образом не будем заражать других. Мы снижаем риск заразиться самим, но, смотрите, сидя дома, можно делать правильные вещи. Потому что самое главное оружие страха – это разделить. Помните, да, какой закон власти? Разделяй и властуй. То есть, нас разделяют. То есть, как бы мы общество, все говорят, мы такие все схлоченные, мы все такие солидарные, но при этом сидите дома, да, то есть, нас разделяют по углам, но при этом нам говорят, что мы общество. Мы должны понимать, что мы – это часть тела Христа. Может быть, здесь вот на данный момент, в той стране, где вы сейчас находитесь, здесь в Израиле, или там, в тех странах, где вы находитесь, вас разделили по домам. Может быть, вы сейчас сидите дома и думаете, а что же у соседа? Ой, а он кашляет, а этот сморкается, а этот там чихает, а может быть, у них корона, а может быть, рядом со мной все это происходит. Вы должны помнить, что мы – часть тела Иисуса Христа. Иисус Христос есть Господь неба и земли. И написано, что Он на земле своей делает то же самое, что и на небе. Он творит добро, Он не творит зло, Он творит добро. А Писание говорит, что на небе, в небесном царстве, нет ни смерти, ни болезни, утрет всякую слезу. То есть там совершенная жизнь, к которой мы, собственно говоря, все стремимся. Но почему-то, когда речь идет о том, что близятся последние времена, все говорят, нет, я еще подожду, я еще не готов переместиться в лучшие из миров. И поэтому, для того, чтобы не поддаваться этой панике, для того, чтобы оставаться сильным, в тот момент, когда вокруг бушует вся вот эта вот пропаганда страха, нам необходимо осознавать две вещи. Мы должны, во-первых, связывать всякий страх именем Иисуса Христа, связывать его. Во-вторых, помнить, кто мы в Иисусе Христе. В Иисусе Христе мы победители. Скажите мне, победитель чего-нибудь боится? Да вряд ли. Если вы знаете, что вы победитель в Иисусе Христе, вы не можете позволить себе бояться. Страх должен уйти. И второе, сам человек дома может преградить себе свою жизнь путь к дьяволу. То есть мы сами можем открыть ему ворота и можем и закрыть для него вход в нашу жизнь. Каким образом это сделать? Вы знаете, Писание говорит, что... Мы часто любим цитировать это место Писания, где Иисус говорит, «Есть ли рука твоя соблазняет тебя, оторви руку своей грозью». Лучше тебе там остаться без какого-либо органа, чем душе своей навредить и не попасть в царство на небес. Но я могу сказать, куда проще избавиться от того, что соблазняет нас. Например, новости, новостные каналы. Это шокирующие новости, которые нам с утра передают о смерти, о тяжело больных, о разных там рефрижераторах с трупами и так далее. Смотрите, для меня это просто информация. И вот сегодня утром одна врач, я ей очень хорошо понимаю, что такое находиться в месте, где вокруг тебя умирают люди, и ты не можешь им помочь. Я как человек, который все-таки получал медицинское образование, я знаю, что это такое, как переживаешь за человека, которому ты просто не можешь ничем помочь. Но ты врач, как бы тебя ждут, на тебя надеются, но ты не можешь ничем помочь. И я понимаю, что она даже в эфире расплакывается, потому что ей тяжело. Ей тяжело. Но вы знаете, я не хочу слушать эту информацию. Я понимаю ее, я молюсь за каждого врача, который сегодня находится на передовой, но это не та информация, которую я хочу слушать. Я не хочу слушать этот негатив, мне он и нужен. Потому что я, например, могу выслушать эту информацию, сюда впустить, отсюда выпустить, выудить. Это только то, что мне интересно, например, факты какие-то, да, сколько заболевших, сколько примерно выздоровевших, сколько умерших, чтобы понять, насколько вообще на самом деле эпидемия быстро и медленно развивается. Потому что пропаганда пропагандой, а статистика, она вещь упрямая, да. И для меня проще убрать этот источник искушения. Просто не смотреть новостные каналы. Почему? Потому что там сеет страх. Там сеет страх. Я понимаю прекрасно власти. Я поддерживаю власти, я молюсь за власть, я считаю, что власть она от Бога. И я считаю, что это достаточно мудрое решение в данном случае. Что если мы не запугаем человека, что если он выйдет на улицу от коронавируса, он умрет, он будет ходить и гулять по улице. Вчера передавали по новостям, опять же, да, что человек больной коронавирусом. У него выявили коронавирус. Он больной. Да, он поехал на рыбалку. Когда он вернулся, к нему там пришли с санэпидстанции, это в России, кстати, было. К нему пришли с санэпидстанции и сказали ему, послушай, ты больной, почему ты вышел из дома? Он говорит, а, кому я мешаю? Я же пошел вот прогуляться, рыбку половить. Я же один там. Кого я заражу? Я никого не заражу. Оставьте меня в покое. Вот, послушайте, это безответственность. Я понимаю прекрасно власти. Я знаю, что власти сегодня говорят нам о том, что мы должны... оставаться дома, и это правильно. Но с другой стороны, дома у нас есть куча соблазнов прийти к дьяволу и поклоняться ему. Это новостные каналы, это разная паника. Вы знаете, вчера был серьезный анекдот, он, конечно, и смешной, и грустный, но я в Фейсбуке прочитал одна, блогер напишет, говорит, я теперь каждый раз после новостей смотрю фильм ужасов, хочешь хоть немножко успокоиться. Представляете, что нам рассказывают по новостям? И это все сеет в нас семена страха. Это то, что добивается от нас дьявола. Он добивается, чтобы мы боялись, чтобы мы паниковали, и чтобы у нас все в жизни шло не так, как нужно. Поэтому нам необходимо просто пленять все это. И вы знаете, очень печально, очень печально наблюдать за тем, что верующие люди просто начинают, вот глядя на все эти новостные каналы, снимать сериалы у себя в голове о том, как они могут заболеть коронавирусом, что с ними может произойти. Но я хочу вам напомнить сейчас и провозгласить в вашу жизнь, и вы просто повторяйте за мной именно так, как я это буду сейчас говорить. Потому что я буду сейчас говорить слово Божье, только применительно к тебе, слушающему сейчас этот эфир. Вы знаете все эти слова, вспомните откуда. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорю Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я убываю. Он избавит меня от сети лапца, от губительной язвы. Перьями своими осенит меня и под крыльями его буду безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоюсь ужасов летящих в ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в поле. Падут после меня тысячи, и десять тысяч, одесслови меня, но ко мне не приблизятся. Только смотреть буду очами своими, видеть возмездие нечестивым. Ибо сказал я Господь, убывание мое, Всевышнего избрал я прибежище мое. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелам своим заповедуют обо мне, охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, и не прикнусь я камень ногою своим. На асфеда Василиска наступлю, попирать буду льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. Я с ним в скорбе избавлю его, прославлю его до годов и дней жизни, насыщу его. Я явлю ему спасение мое. Так говорит Господь. Я хочу напомнить вам некоторые слова. Скажите «Амэн», напишите «Амэн», потому что это ваша страховка жизни. Это то, на что мы сейчас должны все опираться. Это то, в чем мы должны жить. Это то, что должны провозглашать. Я специально переделал этот псалом под слово «Я», «Меня», потому что это моя страховка жизни. Это мой страховой полис. Я должен его провозглашать. И никто не приблизится, написано «Никто ко мне» не приблизится. Не приблизится. Мы собраны здесь под защиту его. Мы, мы с вами провозглашаем его имя. И это имя превыше других имен. Нет другого имени под небом, которым нам суждено было бы спастись. И мы, если избираем его Господом, смотрите, если мы избираем его Господом, написано, мы проявляем к нему свою любовь, да, соответственно, исполняем его заповеди. Таким образом мы проявляем любовь к Господу, да, исполняем его заповеди. И вот если мы это делаем, написано, что он защитит нас. Он защитит нас. Не маска нас защитит. Хотя ее тоже нужно носить, если она у вас действительно подходит против коронавируса. Не перчатки вас защитят, если вы умеете правильно носить, одевать и снимать. Это тоже, кстати, очень важный момент. Не это вас защитит. Написано, Бог защитит. Написано, он нас защитит. Он услышит. Написано, избавит, прославит и долготой дней насытит. Вот что произойдет, если мы объявим Господа нашим Богом. Никто не может помешать нам. Никто, если Бог за нас. За нас великий, всемогущий, создающий небо и землю, начало и конец, любовь, врачеватель, утешитель. Он за нас, он не против нас. Как мы можем паниковать? Если бы мы это произносили каждый день, то никакой дьявол бы не зашел к нам. Не было бы никаких панических атак. Не было бы никакого ужаса. Мы бы не ходили все в масках. Мы бы не ходили все в перчатках. Мне говорят, почему ты ни разу не сфотографировался в маске. Да я, во-первых, знаю, что она не помогает. Маска для тех, кто болеет. Для тех, кто здоров, маска не поможет. Еще хуже сделает, кстати. Перчатки. Да я могу, конечно, одеть перчатки, но я, как медик, знаю, как их одевать и снимать. Вы знаете, как их одевать и снимать, чтобы не заразиться. Вы можете еще хуже сделать себе, если будете это делать неправильно. Послушайте, коронавирус – это страшное оружие дьявола, которое, вот как один говорил в одном из фильмов, который смотрел фильм «Заражение». Он говорит, главное нам сейчас не умереть от страха быстрее, чем мы умерем от короны. Главное не умереть от страха. И это то, что хочет посеять сейчас дьявол. Смотрите, процент смертности, он, конечно, высокий. Люди умирают конкретно от этого вируса. Но он не настолько высокий, чтобы мы впадали сейчас в панику. Это как любая другая болезнь. От рака люди умирают. Люди умирают от простого гриппа. От пневмонии в 21 веке люди умирают. Люди умирают от менингита. Люди умирают от различных онкологических проявлений, которые у них даже не выявили. Понятное дело, что смертность есть. Но это очень хорошая проверка сейчас. Наше набодрствование. Можем ли мы, не поддавая соблазну вот этим дьявольским страхом, который он носит, выдержать все это? Мы должны пройти этот экзамен. Писание говорит, что преуспевшему, победившему дам венец жизни. Мы должны победить дьявола. Мы должны постоянно проверять свое сердце. Если мы, этот псалом 90-й, не применяем относительно себя, мы должны идти сейчас вот ко второму коринфянам, 13 глава, 5 стих. Написано. «Испытывайте самих себя, верили вы?» Еще раз читаю. «Испытывайте самих себя, верили вы?» «Самих себя исследовать?» Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Страшные слова на самом деле. Если мы не знаем, что Иисус Христос в нас, то мы не то, что должны быть на самом деле. Вы представляете себе? Вы представляете себе, что придет день, когда придет Господь, и вы скажете, «Господь, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, прокаженных очищали, больных исцеляли, мертвых воскрешали?» Он скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». Это страшно. Потому что мы должны проверять веренную. Если мы верим Богу, если мы верим Его Слову, 90-й Псалом есть защита наша, наш страховой полис. И не просто страховой полис, это наш щит веры. И ни одна стрела, которая будет выпущена лукавым, не достигнет нас, написано. Никакая стрела, летящая днем, и зараза, опустошающая в поле, не приблизится к нам. Если я в это не верю, если я продолжаю бояться, если... Нет, я не говорю вам, не забыть меры предосторожности. Писание говорит также, что мы не должны искушать Господа Бога своего. Его второзаконие написано. Но мы должны проверять веренную. Веренную в том, что Бог нас защитит, что Он все контролирует, что у Него для нас призвание, что у Него для нас планы, и дьявол не может их разрушить. Вот в этом мы должны проверять, веренную мы или нет. Страх – это тоже вера, только отрицательная. Страх – это вера в то, что еще пока невидимо, это уверенность в невидимом и ожидание... Уверенность в невидимом и ожидание... Осуществление ожидаемого. Где это написано? Про страх Ио в 3 главе с 24 стиха. Смотрите внимательно, я всегда это цитирую. Вздохи мои предупреждают хлеб мой. То есть они приходят раньше, чем приходит еда. Вздохи имеются в виду вздохи уныния и страха. Столы мои льются, как вода. Вы замечали за собой на такие состояния, что вы просто сидите и плачете, неизвестно почему стоите. Ой, тут плохо. Ой, тут нехорошо. Ой, здесь подорожало. Ой, здесь страшно. Вот там люди умирают. А в Америке то. А в Европе это. Слушайте, Бог говорит вам очень простые слова. Он говорит вам такие вещи. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Самое ужасное, что я ужасался, то и постигло меня. Это Юрг говорит. Чего я боялся, то и пришло ко мне. А дальше смотрите, какой результат у этого. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Еще раз я хочу вернуться к этому. Все, что мы боимся, что придет к нам, к нам придет. Потому что страх – это вера. И это вера, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ожидаете болезни, придет болезнь. Ожидаете проблемы, придут проблемы. Ожидаете страх, придет страх. Ожидаете неудачу, придет неудача. Так тут написано. А Писание говорит, если мы уже настолько хорошо верим в страх, то почему бы нам не поверить в любовь. Если мы верим, что наше ожидаемое – это любовь, что наше ожидаемое – это просто, ну, это сверхъестественное исцеление, это сверхъестественная защита Божья, то чего бояться? Чего мне бояться, если Бог за нас? Кто может быть против? Давайте мы подумаем, вот если рядом с вами находится человек, не вы, вы-то не боитесь, я уверен, вы же верующие. А рядом с вами находится человек. Вы можете ему говорить, не бойся, не бойся, не бойся. Бессмысленно ему говорить, не бойся. Абсолютно не имеет никакого смысла. Потому что у него внутри нет вашей Божьей любви. Вы можете говорить ему, не бойся, сколько вы захотите. Но он все равно будет думать, как думали рабы Иова, и как будут думать в конце времен, что огонь, низведенный с неба, который пожрал все стада и пожрал все имущество Иова, и знамения, которые будут снизводиться с неба в последнее время, это от Бога. Но это не от Бога. Мы знаем, что это не от Бога. Это происки дьявола. Он, хоть и плохая, но точная копия Бога, Он может делать то же самое, те же знамения, те же часа, и даже воскрешать Он может измерть. Но вопрос, чем именем это делать, и насколько это постоянно, Он не может созидать, Он может только разрушать. И мы с вами знаем это из Писания. Если мы хотим, чтобы наш страх улетучился, и мы хотим помочь людям избавиться от этого страха, то послание Иакова, первая глава, с 16 по 17 стихи, «Не обманывайтесь, братья, мои воздубленные, всякое деяние доброе и всякий дар совершенный не сходит от Отца Света, у которого нет ни тени перемен». Он всегда говорил об этом, что намерение Его о нас во благо, а не во зло. И мы не можем сегодня говорить, ой, это, наверное, Божья кара. Все говорят, коронавирус – это Божья кара. Простите? Если это Божья кара, то написано, что после излияния одной из чаш треть человечества умрет. Я не вижу, чтобы от коронавируса умирала треть хотя бы заразившихся. Это не кара Божья. Это то, что дьявол пытается посеять в нас страх. Да, он действует через людей, да, он действует через обстоятельства, через вирусы, но это не кара Божья. Но это хорошее время, когда мы можем переоценить того, кто мы, как мы себя ведем, и можем переоценить сейчас свои ценности. Когда мы можем покаяться, мы можем призвать к покаянию других людей, потому что Господь близок. Так написано в Писании. И если мы говорим, что Бог есть любовь, и любовь изгоняет любой страх, если мы любим друг друга, то среди нас не может быть никакого страха. Не может быть в таком образе жизни, где есть любовь, не может там существовать страх. Просто не может. Никакой ни паники там нет. Там должна быть уверенность в невидимом. А невидимое сегодня это наше небесное гражданство. Паспорта-то у нас уже есть, мы запечатаны Духом Святым. Но пока еще мы не там. И мы должны понимать, что наше небесное гражданство это уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. Мы ожидаем того, что написано в 90-м псалме, что Бог защитит нас, что Он ангелам своим заповедует нас вести. И это ожидаемое должно быть в нас постоянно. И это будет наша вера. А не то, что кто-то придет, чихнет, и мы заразимся. Это страх, от которого нужно избавляться. И сегодня наступают такие времена, я вам скажу, что люди будут менять свое отношение к жизни. Иисус сказал, что тот, кому много прощено, тот много любит. Но вся проблема в том, что когда у человека есть страх, это значит, что у него есть непрощение. И в основном это непрощение к самому себе. Потому что когда-то мы пришли к Иисусу Христу, и когда-то мы просто почувствовали, что что-то мы не договорили. Где-то мы не покаялись. Дьявол нам сказал, про это молчи. Молчи, иначе тебя в церковь не пустят. И мы молчим. И мы угоряем себя постоянно. Мы не прощаем себе. И когда мы находимся в непрощении, мы не можем любить. Потому что написано, тот много любит, кому многое прощено. Нам нужно простить самих себя и идти дальше. Включаем, американцы говорят, forgive yourself and go on. Прости себя и иди дальше. Бог тебя уже простил. Он намыл тебя кровью Иисуса Христа. Он не упомянет твоих грехов. Когда ты придешь на суд, Он не скажет, ага, помнишь, ты вот это вот там натворил. Нет, написано, что Он закинул наши грехи за хребет и не упомянет их больше. Напоминает нам о грехах дьявол. Если мы склонны к тому, чтобы постоянно напоминать себе о грехах, мы слышим голос дьявола. Мы не слышим голос Бога. Поэтому простите себя. Потому что Бог вас простил. А Бог куда больше, чем вы. Он простил и хочет вас отпустить на свободу. Писание говорит, кого Сын освободит, тот истинно свободен. Будьте свободны. И времена, которые наступают сегодня, они будут характеризоваться также тем, что люди будут искать себе, исходя из всего того, то, что я рассказал про страх. Искать себе будут комфортного времяпрепровождения и места, в котором они будут находиться. Комфорта будут искать. Но я вам хочу сказать, что комфорт, он никогда ничем хорошим не заканчивался. Если мы даже берем мирское с вами понимание, говорят, чтобы что-то в жизни поменять, нужно выйти из зоны комфорта. И сегодня как раз наступают такие времена, когда вместо того, чтобы искать Бога, люди будут искать комфорт. Где им удобно, где они будут слышать приятные вещи, где им будут рассказывать классные проповеди, где им будут рассказывать о том, как классно сегодня не есть свинину, потому что Бог, если вы не едите свинину, вау, у вас все будет хорошо. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1 по 5 стихи. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, вовремя и не вовремя, сейчас как раз вовремя, обречай, запречай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо время будет, когда здравого учения принимать не будут, и по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби и совершай дело благовестника, исполняй служение свое. Это очень, очень, очень важный момент. Сегодня, когда все переместилось в интернет, так просто найти себе классного проповедника, который будет классно говорить и который будет поливать нам в уши свою собственную правду. Всякие Евангелия обольщения, всякие ничего страшного, все будет хорошо, конечно, все будет хорошо, но кому? Тем, кто спасет. Если вам с трибуны интернет-церкви не вещают Евангелие Иисуса Христа, если вам не проповедуют спасение, бегите из такой церкви, идите к своему пастору, который будет вас, у которого вы покаялись, которому вы доверяете и слушайте его, просто вот никаких больше проповедников не слушайте, если вы не умеете разбирать, где хорошо, где плохо, где Евангелие спасения, где обольщение, идите к одному живому человеку, которого вы знаете и у него назидаетесь, потому что это опасное место интернет, опасное, сегодня будут рассказывать о том, как нужно не есть свиньи, я уже слышал, главное не есть свинину, в последнее время главное свинину не есть, вот почему эти, как их называют, китайцы заболели, потому что летучих мышей ели, нашли в левитах, там где летучих мышей есть нельзя, вот поэтому-то они заболели, ну простите, мы с вами не едим летучих мышей, почему мы-то заболели, европейцы, ну не мы, мы не больные, слава, послушайте, сегодня будут рассказывать всякие басни, только для того, чтобы сделать две вещи, первое, отвлечь нас от Иисуса Христа, и второе, просто усыпить нашу бдительность, это будет оружие дьявола, я не говорю, что люди, которые это рассказывают, плохие люди, они сами находятся в обольщении, и других обольщают, это очень страшно, такие они, кстати, были и до этого, они будут сейчас плодиться, потому что сам Иисус нам говорит, вот, пожалуйста, он говорит, 13 глава Марка, 21-23 стихи, тогда, если кто скажет вам, вот Христос здесь или вон там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить и, возможно, и избранных, мы с вами избраны, и нас могут прельстить, вы же берегитесь, потому что я рассказал вам все наперед, 2000 лет назад Иисус предупредил об этом, я сегодня просто обновляю это в вашей памяти, потому что, вот, опять же, Тимофею в первом послании Павел пишет, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям, учением бесовским, через лицемерие уже словесников, сожженных в совести своей, дальше он перечисляет как раз все, что касается безврачия, поедания всяких нечистых животных и так далее. Я хочу сказать, что обольстители онлайн будут появляться с каждым в нем все больше и больше. Вам нужно, написано в Писании, все исследовать, хорошего держаться, все, что вам говорят с экрана вашего компьютера, сверяйте со Словом Божьим. Если это противоречит Слову Божьему, если ваш дух свидетельствует вам о том, что это ложь, прекращайте его. слушать или ее, или их. Это не то, что вам нужно сегодня, не то, что вам сегодня нужно в вашей жизни. Абсолютно не то. Вам нужно сегодня Евангелие спасения. Вам нужен Иисус Христос. И не важно, кто вы сегодня, пастор, епископ, апостол, служитель, лидер группы или уборщик в церкви, вам нужен Иисус Христос одинаково для всех. Потому что Иисус пришел к нам для того, чтобы все уравнились перед Ним. Мы все Его тела, мы все одинаковые в Его глазах. Нет кого-то более значимого или менее значимого. Нам всем нужен Иисус. Среди Его учеников были успешные бизнесмены, сборщики налогов. Были такие почитаемые учителя в народе и были проститутки. Иисусу не важно наш, Ему не важен наш социальный статус, Ему важно наше сердце. Это Он ставит нас пасторами, учителями, апостолами, пророками. Но сердце это у всех одинаковое, душа у всех Божья. И эту душу мы должны спасать. И если Евангелие, которое вам проповедуют в интернете, не Евангелие спасения, бегите оттуда. Бегите. Важно, что мы не должны попасться на удочку этих красивых говорящих людей. Это очень важно. Если мы будем пытаться как-то поменять свою жизнь и это делать на основании духов обольщения, то в конце концов в нашей жизни наступят очень плохие времена. И в конце концов мы придем к вратам Невестного Царства и нам скажут «Я никогда не знал вас». Это страшно. Так вот времена сейчас тяжкие и вы должны держаться друг за друга. И это такое вам ободрение в конце нашего служения. Мы должны держаться друг за друга. Да, сегодня с этим есть проблема. Мы все онлайн, церковь онлайн, у нас священие онлайн, домашняя группа онлайн, Библия онлайн. У Бога нет карантина. Он не на карантине. Он духом своим святым покрывает все вокруг. Он всех нас связывает. Мы должны держаться друг друга. Должны. Мы должны перезваниваться, переписываться. Мы должны ободряться. Мы должны писать в группе в наши постоянные слова ободрения. Мы должны быть постоянно на связи. мы продолжаем нашу молитвенную цепочку друг за другом. Это очень важно. Потому что Бог на самом деле потом будет наши сердца проверять. Кошерные они или не кошерные, а не то, что мы кушаем. Писание говорит устами Иисуса Христа, что не то, что входит в уста человека, скверняет его, а то, что выходит из него. Мы не должны сеять страх и панику. Мы должны быть маяком. Я об этом буду возвращаться. Мы должны быть маяком на берегу, чтобы люди знали, что есть спасение. Сегодня пришло время определиться для каждого из вас. Я не знаю, кто сейчас смотрит эту запись, эту прямую эфир, но сейчас пришло время определиться. Определиться, кто вы в Иисусе Христе. Определиться, в какой поместной церкви, слышите, поместной, не интернет-церкви, а в какой даже если вы сидите дома на карантине, все равно можно продолжать служить. Сейчас пришло время определиться. И определиться нужно прямо сейчас. Завтра может не наступить. Посмотрите, дни лукавы, время пород. Что произойдет дальше, мы не знаем. Дни меняются. Мир поменялся вот так, мгновение ока, бесповоротно. Что будет дальше, мы не знаем, только отец не ест. Но у нас есть обетование, что что бы ни произошло, ангелам своим он заповедует нести нас так, чтобы нога же не преткнулась. И мы сейчас собраны в едином духе. Мы собраны с вами ради Господа нашего Иисуса Христа. Должны сделать все по максимуму для того, чтобы наша жизнь стала христианской жизнью. Где мы общаемся. Вы все сейчас во всех церквях общаетесь через группу. Если кто-то где-то что-то в группе написал, отреагируйте моментально. Потому что нет ничего страшнее в жизни человека, одиночка. Если вам пишут и вы не отвечаете, это плохо. Другое дело, если у вас проблемы, я недавно вчера обнаружил, что оказывается у меня в одном из чатов есть куча сообщений, я их даже не увидел, потому что мне не приходили обновления об этом. Значит, не пользуйтесь такими чатами. Я принял решение, я больше не пользуюсь в частности фейсбук мессенджером, я не вижу, что мне приходит. Но я вижу все, что приходит в ватсапе, все, что приходит в телеграме. Пишите мне туда, я с удовольствием откликнусь. Я прошу прощения у всех, кому я не ответил в мессенджере, в фейсбуке. К сожалению, ну да, я не прочитал, что написано. Я надеюсь, что все равно я в молитве поднимал ваши нужды, я надеюсь, что Господь ответил объединенными здесь, онлайн. Я хочу, чтобы помолились вместе за то, чтобы Господь просто касался наших сердец, за то, чтобы Он объединял нас, чтобы мы не чувствовали одиночество, чтобы мы постоянно, знаете, вот как мы реагируем постоянно на то, что к нам обращаются через мессенджеры, через всякие там телеграммы и ватсапы к нам тоже обращаются. Реагируйте, пожалуйста, потому что людям нужна поддержка, это очень тяжелое время, которое они сейчас проходят, особенно неверующие. или новообращенные, нам нужно их поддерживать всяческими путями. Я хочу, чтобы вы с вами просто взяли и хоть в ближайшую неделю молились за то, чтобы Господь просто привел к нам спасаемых через мессенджеры, через социальные сети. Мы должны сеять Слово и не давать людям быть в одиночестве. Это очень важно, потому что это то, что хочет дьявол, а мы служим не дьяволу, мы служим Богу, а Бог хочет, чтобы мы все были объединены в одно тело Христа. И это все тело, чтобы вошло в Царство Небесное. За это будем молиться. Аллилуйя, Господь, мы благословляем Твое великое святое имя, Господь. Мы призываем сейчас Дух Твой на это место, Господь, на место, где каждый из нас находится. Господь, коснись наших сердец. Господь, убери оттуда все смятение, весь страх, любую панику в войне Иисуса Христа, по любому поводу. Мы просто сейчас разрушаем всякие поздние дьявола, разрушаем сейчас его все эти атаки панические, Господь, разрушаем. Мы даем мир и покой, Господь, каждому из нас, каждому, кто смотрит этот эфир. Господь, каждому члену церкви, как вселенскому телу Христа, Господь, дай этот покой, дай пережить эти времена, Господь, дай просто удалить из наших сердец всю эту нечисть, которую дьявол нанес. И я провозглашаю сейчас мир и покой в ваши сердца. Я провозглашаю, что Господь прямо сейчас касается ваших сердец и избавляет вас от страха, потому что Он пришел, чтобы освободить нас. Страх есть дух, и этот дух будет изгнан из наших сердец именем Иисуса Христа. Я это повелеваю сейчас. Мы это в согласии прямо сейчас связываем здесь на земле, да будет связано на небесах во имя Иисуса Христа. Я просто провозглашаю сейчас власть Господа Бога на ваши дома, на ваши дела, на ваше здоровье, на ваши тела, на дела и тела ваших близких и друзей, на всех, кого вы знаете, кто дорог вам, чтобы они увидели разницу между служащим и неслужащим, чтобы они пришли, взялись за полу одного верующего и сказали «Мы с вами, ибо с вами Бог». В войне Иисуса провозглашаю это и закрепляю это печатью Святого Духа. Благословляю вас именем Иисуса Христа и просто напоминаю вам, что общение в такие сложные времена есть поклонение Богу, потому что Писание говорит, что если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, общайтесь, не отказывайтесь, не отмахивайтесь, это очень важный момент. Пусть Господь благословит вас и я благословляю вас благословением Аарона, которое Бог заповедовал правозглашательно всех сынов своих и принимайте его. Иварихиха Адунаев Ишмиреха, Иса Адунаи Панавелеха, Яэ Адунаи Панавелеха, Вайасем Леха Шалом, Бешем Ишуа Машиях, Мелеха Млахим. Амин. Будьте благословенны. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok